Всем добрый день. Я расскажу о влиянии, правило, Каховской дамбы на Запорожскую АЭС. Я сам инженер-ядерщик, я инженер, не эколог, скорее промышленный эколог. То есть я расскажу о возможных последствиях для атомной станции. Пожалуйста, следующий слайд. Да, вот спутниковый снимок уже такого практически осушенного водохранилища, и в его центральной части заметна вот эта крупная промышленная такая агломерация. Это крупный энергоузел, здесь несколько электростанций. Это Запорожская АЭС, крупнейшая атомная станция Европы, и рядом Запорожская тепловая электростанция. Она работает на угле и газе, и она вторая по мощности в Украине. Вот в целом этот энергоузел по мощности в 30 раз больше, чем та самая гидроэлектростанция, которая была разрушена. И эти две станции давали до четверти всей электроэнергии Украины до войны. То есть чисто в экономическом смысле это очень важный энергоузел для страны, в том числе для будущего, для восстановления Украины. Ну и самый большой элемент здесь – это прудохладитель АЭС. Он по площади занимает примерно полпроцента водохранилища. Следующий слайд. Да, вот здесь более подробно мы посмотрим на этот регион. Почему я говорю о двух этих электростанциях? Потому что у них общая система гидросооружений. Это именно то, что пострадало, собственно, при уходе воды из Каховского водохранилища. Вот красным я обвел верху – это водозабор для этой единой гидросистемы. Уровень воды ушел более чем на 8 метров. Этот водозабор, он по сути сейчас осушился, и обе станции не могут брать воды и подпитывать, собственно, свои системы. Ну, они обе не работают, поэтому большого объема воды не нужно. Но для определенных нужд вода все-таки необходима атомной станции. Тепловой она не нужна, она не работает совсем. Но для атомной станции нужна, и все, что у нее теперь есть – это те запасы, которые остались вот в пруде охладителя и каналах, которые идут от этого водозабора. Следующий слайд. Давайте разберемся с тем, я попробую объяснить коротко и на пальцах, сколько, в принципе, нужно воды атомной станции и насколько критична текущая ситуация. Вот этот слайд объясняет потребности в воде атомной станции, когда она работает. Когда она работает на мощности, 6 энергоблоков, 6 тысяч мегаватт. Как вообще коротко работает атомная станция? Очень упрощенно. Ядерное топливо в реакторах нагревается. Это тепло по замкнутому контуру идет на парогенераторы. Они вырабатывают пар. Пар идет на турбину. Турбина крутит генератор. Все просто. Чтобы система работала, от конденсаторов турбин нужно отводить тепло. Примерно две трети того, что генерируется в реакторе. Это тепло нужно, вот для этого используется прутохладитель, это тепло сбрасывается сюда, прутохладитель. Его задача, по сути, за счет огромного объема воды аккумулировать это тепло и за счет испарения с этой площади отдавать это тепло напрямую в атмосферу, а не сбрасывать, например, в Каховское водохранилище. Вот здесь показано движение этой воды. Но сейчас атомная станция не работает, и такое потребление воды ей необходимо. Да, собственно, сколько здесь нужно воды на испарение уходит, по моим грубым оценкам, порядка 100 тысяч кубометров в сутки. Это то, что нужно пополнять из Каховского водохранилища взамен той воды, которая испарилась. И это означает, простой вывод из этого слайда, что в будущем, после деоккупации станции и окончания войны и освобождения Украины, эта станция не сможет работать без либо восстановления водохранилища, либо без восстановления водохранилища строительство какого-то новой системы подвода воды из Днепра. Вот пока это не будет сделано, а станция работать на мощности не сможет. Следующий слайд. Но в текущем состоянии, как я сказал, атомная станция не работает. С сентября прошлого года, уже больше 10 месяцев, последние реакторы заглушены, они не вырабатывают электроэнергию, там не идет ядерная реакция деления, но тем не менее ядерное топливо продолжает греться, там идет распад радионуклидов, но выделяемое тепло гораздо меньше. На один реактор выделяется примерно полтора мегаватта, а при работе выделяется около трех тысяч мегаватт. То есть разница огромная, существенно, на несколько порядков. В таком режиме это тепло отводят другой системой, не используя прутохладитель. Для этого используются вот брызгальные бассейны, показанные на слайде и на фотографии, такие обычные, грубо говоря, фонтанчики, где, опять же, за счет испарения это тепло отводится. Но употребление воды здесь уже гораздо меньше. По моим, опять же, прикидкам, это речь идет о сотнях, максимум тысячи кубометров в сутки. Следующий слайд. Второй важный момент, то есть воды сейчас нужно немного, и второй момент, что эту воду, в принципе, можно брать из разных источников. В штатном режиме она берется, ну, практически из Каховского водохранилища по системе каналов, но сейчас ее можно подпитывать, эти брызгальные бассейны, разными способами. Они здесь показаны. В том числе, главное, это вот используя запасы этого прудоохладителя, который держится, стоит, плотина удерживает эту воду, то есть водохранилище осушается, а прудоохладитель стоит. И, в принципе, этих запасов можно хватить на несколько месяцев. И это, на самом деле, удивительно, да, но несмотря на все эти катастрофические последствия вот этой огромной экологической катастрофы с учетом прорыва дамбы, именно на атомную станцию воздействие вот по этим причинам не очень большое оказалось. И в этом вопросе удивительно, опять же, сошлись оценки и украинских официальных лиц, и российских официальных лиц, и Международного агентства по атомной энергии. То есть, говоря о последствии, о влиянии осушения водохранилища на атомную станцию, они все называют примерно одинаково, что непосредственной и немедленной угрозы для атомной станции это не вызывает. За счет вот этих всех вещей. Мало воды нужно, и есть альтернативные источники. Но это все, конечно, не означает, что на станции все в порядке. Там совсем не все в порядке. Следующий слайд. Последние недели мы, конечно, много все слышали о том, что и президент Зеленский говорил о том, что Россия рассматривает сценарий теракта на атомной станции. И глава Украины, глава разведки Украины, говорил о том, что крутохладитель заминирован, и возможны там взрывы, подрывы и так далее. Поэтому вся та система альтернативных источников воды, она, конечно, очень уязвима. В целом вся станция сейчас уязвима. Там все, по большому счету, много различных систем, которые дублируются, но все они работают в нештатном режиме. И электроснабжение, которое регулярно обрывается и задействуются альтернативные системы. Сейчас то же самое с водоснабжением. И, конечно, самая тяжелая ситуация с персоналом, которого, во-первых, не хватает. Во-вторых, они все там в очень уязвимом положении, мягко говоря. По большому счету, они там все в заложниках. Но сейчас, с учетом возможных рисков терактов, если говорить о водоснабжении, то есть масса уязвимых мест, которые могут пострадать в результате либо намеренных, либо непреднамеренных действий. Вот здесь, допустим, красным я обозначил периметр, который может быть именно заминирован. То, что может иметься в виду под минированием прудоохладителя. По его большому периметру, это несколько километров, может, десятки километров. Скорее всего, он действительно заминировал. Но речь, скорее всего, может идти о каких-то противопехотных минах с целью предотвращения возможности высокой десанта. То есть это не минирование самой дамбы. Ее сложно взорвать, потому что ширина ее по верхнему гребню от 200 до 400 метров. Огромное сооружение. Но есть, естественно, уязвимые места. Это различные шлюзы, задвижки. Вот они здесь как раз у меня выделены и показаны со спутников. И на фотографиях именно эти места, так как самые уязвимые, самые опасные в текущей критической ситуации осматривала комиссия Международного агентства по атомной энергии и его глава Рафаэль Гросси, когда они были последний раз 15 числа на станции. Поэтому вот именно на этих местах они были. Так что тут ничего секретного я не показываю. Все знают, какие места сейчас нужно за ними следить и обеспечивать их безопасность. Если они будут разрушены, это все может привести к резкому сокращению запасов воды, в том числе сбросу воды из пруда охладителя. Но, тем не менее, это еще не может привести напрямую к ядерной аварии сразу и резко. Потому что это может вызвать так называемый фукусимский сценарий, когда не будет воды для охлаждения реакторов, топливо в них будет продолжать греться, нагреваться, расплавляться. И это потенциально может привести в том числе к воздушному вылазу. Но в текущем режиме с небольшим тепловыделением время на это – это минимум несколько дней, может быть, недели. Поэтому дальше все зависит от действий персонала и возможностей по предотвращению этой аварии. И следующий слайд. Но это, конечно, не самые страшные места на атомной станции при желании. Можно наделать много разных бед, в том числе с выбросом радиации. Вот здесь показаны именно эти объекты. Они не связаны напрямую с прорывом Каховской дамбы и системой водоснабжения, но это именно те места, где есть радиоактивные материалы. И если говорить о возможностях и рисках терактов, то надо обсуждать именно эти вещи. Это и спецкорпуса охранения, и обращение с радиоактивными отходами, хранилище ядерного топлива, отработавшее сухое. И, конечно, реакторное отделение 6 штук. Это самые опасные места. Не сказать, что они самые уязвимые, потому что они самые защищенные. У них есть реакторные оболочки, бетонные, крупные и так далее. Тем не менее, если что-то будет делаться на них, это может привести к самым большим последствиям. И вот машинные залы – это сооружение, где турбины и генераторы. Вот украинская разведка сообщает, и, в общем-то, это давно не секрет, что там находится российская военная техника. Что в ней – неизвестно. Инспекторов МАГАТЭ туда не пускают. Если там взрывчатка, и будут взорваны эти машинные залы, в этих залах нет радиации. Но они находятся рядом с реакторными отделениями. Если будут пострадать реакторные отделения, это может привести к выбросу. Меня часто за последние недели, в связи с прорывом Каховской дамбы, спрашивают, что может случиться на прорывской АЭС, какие будут последствия и так далее. Гадать здесь очень сложно, потому что это задача с огромным количеством неизвестных. Во-первых, мы не можем предсказать и сказать, где и что будет разрушено. Во-вторых, мы не знаем, когда это будет сделано и в каком состоянии будут эти объекты. Будет ли там электроэнергия, водоснабжение, в каком состоянии будет персонал и сможет ли он как-то на это реагировать. И третье, неизвестно, это, конечно, погодные условия. В случае выброса радиации, по большому счету, куда дует ветер, туда это все может улететь. Как он будет дуть завтра, никто не знает. Поэтому определенно можно сказать лишь несколько вещей, но все-таки довольно уверенно. Первое, это то, что на текущий день, на сегодняшний день, если, не дай бог, что-то случается и происходит даже выброс радиации, то йодная профилактика не нужна. Это когда принимают специальные препараты, едит калия, для предотвращения того, чтобы в организм не попал радиоактивный изотоп ЙОС-131, который обычно в случае ядерных аварий, например, в Чернобыле, он вылетал, может быть опасен. В текущем случае реактор изоглушен давно, этого изотопа там практически не осталось. Поэтому не надо его пить, этот едит калия, это, наоборот, может быть только опасно. Вторая вещь, что, скорее всего, при аварии, инциденте, теракте на любом из вот этих вот объектов, которые здесь показаны на этом слайде, в случае, если гермооболочка, бетонная оболочка реакторных отделений цела, то, скорее всего, масштаб последствий ограничится либо самой промплощадкой, даже если выброс радиации, либо небольшим радиусом вокруг станции. Речь может быть о нескольких километрах. И, скорее всего, только в случае, если будет сочетание таких событий, как разрушение гермооболочки либо нарушение ее целостности, одновременно при этом будет разрушение реактора или первого контура реактора, где, собственно, находится ядерное топливо, радиоактивные материалы. И в худшем случае, если при этом будет еще предварительно нарушена система отвода тепла, то есть топливо уже к этому моменту будет разрушено, это самый худший сценарий сочетания всех неблагоприятных последствий. И если при всем при этом будет еще неблагоприятное погодное условие, то есть какой-то, допустим, сильно устойчивый ветер в какую-то одну сторону, то тогда действительно возможна ядерная авария, радиационная авария с выбросом радиации и разнесением на большие расстояния. Речь может идти о десятках и даже в худшем случае о сотне километров. И тогда может понадобиться эвакуация, но скорее всего не на все эти сотни километров, но ближайшие населенные пункты могут потребовать эвакуации. Поэтому этот сценарий маловероятен. Даже если намеренно кто-то захочет его реализовать, это непросто, но тем не менее это возможно. И риск такого сохраняется, поскольку уже 16 месяцев атомная станция находится в оккупации. И каждый день, на самом деле, он несет все вот эти же риски. И на фоне этих рисков, на самом деле, для атомной станции уход Каховского водохранилища он не так значим. Но все эти риски остаются здесь. И каждый день он их несет. Поэтому я надеюсь, что рано или поздно, конечно, станция будет деоккупирована. Российские войска и силы оттуда уйдут. Я очень надеюсь, что это все-таки не будет сопровождаться каким-то радиационным инцидентом. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо большое, Дмитрий. Так, Дмитрий, тебе вопрос теперь от одного же наших слушателей. Вопрос на английском, я озвучу его на русском. Звучит он следующим образом. После того, как российская армия отступит, каковы наиболее первые важные шаги, которые необходимо сделать на Запорожской АЭС? То есть, что нужно сделать? По поводу, что делать на Запорожской АЭС после ее освобождения, это будет сильно зависеть от того, в каком состоянии это произойдет для станции. Я надеюсь, что это не будет связано с необходимостью ликвидации каких-то последствий радиационного, крупной или небольшой аварии, неважно. Если этого не будет, то в любом случае, если, окей, одни уходят, другие заходят, нужна очень серьезная инспекция всего, что там происходило. Это чисто техническая оценка состояния оборудования и так далее. Известно, что много оттуда уже вывезено там из тренировочного центра и так далее. Скорее всего, наверняка, к сожалению, как мы видим по практике предыдущих отступлений из других регионов, будут ломать все, что можно, тащить все, что можно, и, скорее всего, там будут пытаться какие-то сделать повреждения, чтобы было сложнее восстановить. Намерения пока, насколько я понимаю, по крайней мере, у оператора украинских АЭС энергоатома восстанавливать и даже запускать. Ну, вообще не секрет, что Запорожская АЭС даже в условиях оккупации вырабатывала электроэнергию до сентября прошлого года. Поэтому намерение такое. Энергия очень нужна Украине, особенно после окончания войны и в процессе восстановления нужна будет. Как я сказал, это очень крупный объект. 20% электроэнергии одна Запорожская АЭС сдавала. Поэтому ее, скорее всего, будут пытаться восстановить. Все будет зависеть от того, какие там будут повреждения. Не исключено, что там могут что-то... Опять же, сейчас говорят много о терактах. Очень надеюсь, что не будет радиационных последствий. Но вполне возможно могут взорвать те же марш-залы. Генераторы турбина, это оборудование очень сложное. Если это будет выведено, там может встать вопрос просто о том, что какие-то блоки уже не подлежат восстановлению. Это тоже возможно. Так что вот такая. Ну и главная история очень сложная, это только техника. Но люди, вот этот вопрос очень остро сейчас стоит, потому что сейчас там нехватка персонала. Если речь о том, чтобы восстанавливать, даже просто обследовать оборудование и нормально его эксплуатировать, нужны люди, нужны профессионалы. С ними большая проблема. Кто-то из них наверняка уйдет вместе с российскими войсками, к сожалению. Кто-то уехал и не захочет вообще возвращаться в эту отрасль и на эту станцию. Это проблема. Их надо набирать. Вроде как энергоатом над этой проблемой работает, они собирают людей, они заявляют о том, что они готовятся вернуться на станцию, в том числе заместить людей и так далее. Но это проблема не менее важная, чем оборудование. Вот так. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok